Привет, друзья! Молодой человек по имени Томми Коннолли совершил настоящий мужской поступок, на который способны немногие. А всё дело в том, что в свои 23 года он неожиданно для себя самого успел стать и отцом, и дедушкой одновременно. Наверное, многие могут задаться вопросом, как такое возможно? Но поверьте, история этого парня вас точно удивит и заставит о многом задуматься. Стоит сказать, что Томми был самым обычным парнем и жил своей обычной жизнью. Он учился в университете, отдыхал вместе с друзьями и проводил время со своей любимой девушкой. К тому же он стремился стать профессиональным легкотлетом, однако всего одна встреча изменила всю его жизнь. В тот вечер ничего не предвещало беды, в его дверь постучались, и когда он открыл ту самую дверь, на пороге увидел свою двоюродную сестру, с которой на секундочку он не общался уже много лет. Причём Томми сразу обратил внимание на то, что девушка пришла с внушительным животом. На тот момент Киарне было всего 17 лет, и парень сразу же сообразил, что происходит. Он прекрасно знал, что некоторое время назад сестра подсела на запрещенные препараты. К тому же она ввязалась в дурную компанию и пропадала по несколько недель из дома. Он также знал, что Киарна далеко не подарок и не ладит со своими родителями. Но в то же время он понимал, что ситуацию нужно решать как можно скорее, а поэтому оставить беременную девушку на улице он просто не мог. Как вспоминал позже сам Томми, «Я знал, что моя сестра несколько раз была в клинике. Её родители пытались как-то помочь своей дочери, но лечение не давало стойкого эффекта, и она возвращалась к зависимости снова и снова». В общем, всё пришло к тому, что после очередной ссоры родители просто вышвырнули её из семейного дома. Тогда она находилась на последнем сроке беременности, и я понимал по её взгляду, что я её последняя надежда. Девушке просто некуда было идти, и единственный, кому она смогла довериться, был её двоюродный брат, которого она не видела уже 10 лет. Сложно, конечно, сказать, как бы поступил каждый из нас на месте этого парня, тем более учитывая всю предысторию. Но Томми в такой сложной ситуации повёл себя настоящим мужчиной, и сделал всё возможное и невозможное для своей сошедшей с правильной тропы кузины. В общем, он накормил будущую маму и уложил её спать, а на следующий день начал действовать. Стоит отметить, что он прекрасно понимал, с чем ему придётся в дальнейшем столкнуться, ведь своим решением он ставил под угрозу и своё общение с близкими родственниками, но в то же время на весах была жизнь малыша и сестры. А поэтому, несмотря ни на что, он принял решение собрать все необходимые документы и на судебном уровне доказать, что родители полностью отреклись от своей дочери. А для того, чтобы иметь возможность заботиться о маме и о её ребёнке, в конечном итоге он удочерил свою кузину. И хотя напомню, что у него самого на тот момент уже была девушка, но это не помешало ему принять ответственное решение, и таким образом парень стал папой, а немного спустя после рождения ребёнка и дедушкой. Как удавалось 23-летнему парню содержать маму и её ребёнка? Ведь беременность и рождение малыша – это большие затраты. Всё очень просто. Он стал работать на двух работах, чтобы поддержать малыша и кузину. При этом Томми совершенно не считал себя героем и просто говорил, если кто-то стучится в нашу дверь, то это неспроста. Я точно уверен, что на улице Киарна бы просто не выжила вместе с ребёнком, да и по-другому поступить я просто не мог. Я провёл последние несколько месяцев, работая, меняя дома, встречаясь с разными отделами, подписывая различные формы, находясь под оценкой и контролем, занимаясь поиском средств, открывая её банковские счета, покупая детские вещи и мебель. Я ходил всё время в больницу с кузиной, был на всех приёмах у врача и занимался её обустройством. Но самое главное для меня, подчеркнул Томми, что наркотическая зависимость Киарны никак не отразилась на ребёнке. Что же было дальше? А дальше, благодаря вниманию и заботе со стороны кузена, девушка перестала принимать наркотики и спустя несколько месяцев после рождения малыша её уже было не узнать. Она преобразилась, стала вести здоровый образ жизни и была отличной мамой, которая заботилась о своём сыне. Ну а сам Томми после рождения Кайдена, а именно так назвали малыша, был рядом всё время, держа его за руку на каждом его новом шагу. При каждом удобном случае Томми хотел поделиться с миром успехами Кайдена, большими и маленькими. «Просто идёт впереди, как маленький человечек», – написал Томми на своей страничке в Facebook. «Я верю, что с помощью любви мы побеждаем и становимся сильнее. И даже несмотря на то, что я ещё совсем молод, но имея возможность стать отцом и дедом, я получил возможность также быть счастливым, как бы это смешно ни звучало». И стоит сказать, что эти слова 23-летнего парня тогда тронули сердца миллионов людей во всём мире. Что же касается жизни самого Томми, то он даже и не планировал забрасывать учёбу. У него хорошая успеваемость, и ко всему этому он продолжает обеспечивать свою новую семью. Он уверен, что сумеет помочь своей сестре вернуться в общество, найти достойную работу, ну и, конечно же, контакт с родителями. И, наконец, найти контакт с отцом ребёнка. Что касается подруги Томми, Оливии, то несмотря на то, что она была абсолютно ошеломлена новостью о беременности его кузины, она решила оставаться с Томми всё это время. Фактически, она была в восторге от того, что сделал её парень, и очень уважала его выбор. Оливия также помогла Киарни позаботиться о Кайдане в момент, когда ей нужна была дополнительная пара рук. В свою очередь, младший брат Томми рассказал историю старшего брата на GoFundMe, и, ко всеобщему удивлению, в течение всего 18 дней после публикации семейству удалось собрать более 40 тысяч долларов, ведь люди со всего мира прониклись этой невероятной историей. С момента, когда кузина обратилась за помощью к Томми, уже прошло целых шесть лет, и, конечно же, с тех пор многое изменилось. Томми, участвовал в становлении своего внука и научил его ходить. Он держал его за руку, когда Кайдан впервые поехал на велосипеде. И даже был рядом с мальчиком тогда, когда у ёлки он открывал свои первые подарки от Санты, и эти моменты он запомнил на всю свою жизнь. Будучи из Австралии, совсем не удивительно, что Томми большой поклонник регби. Но теперь, когда в его жизни появился Кайдан, парень полон решимости разделить своё увлечение с этим маленьким человечком. «У всех должна быть причина, по которой они встают каждое утро, и вот моя на этом фото рядом с мечом», – написал Томми в своём Facebook и растопил сердца миллионов людей. К тому же Томми сказал, что маленький Кайдан – самый счастливый мальчик в целом Квинсленде, добавив, что он намерен дать ему всё самое лучшее. А о своём выборе парень никогда не жалел, ведь искренне считает, что всё, что случилось, на самом деле лучшее, что было в его жизни до этого. В общем, вот такая вот история, друзья. История парня, который в свои 23 года в одночасье стал отцом и дедушкой. Ну а сила воли и жизненные принципы Томми – это пример для подражания. Друзья, как бы вы поступили на месте парня, да и в целом, как расцениваете его поступок? Обязательно пишите своё мнение в комментариях, но на сегодня, пожалуй, это всё. Оценивайте видео, если оно вам понравилось. До скорого и пока! Субтитры создавал DimaTorzok